Новый автомобильный мост прозраку СОЖ на трассе М-8 границы России и границы Украины может быть открытый в 2020 году. Тут начался монтаж опор будущего сбудования. На пляцу ЦПВА Олег Сенсеров. Детальевое обследование моста на объездном участке трассы М-8 границы России и границы Украины началось в снежной 2017-го. В начале минулого года по им забронению грузового транспорта в дневных и легковых автомобилях. У вогули таких мостов у Беларуси 5 и во всех одной крови хвороба, коррозии металлов. 30 годов тому у бодонюков еще не было ни отповедных технологий, ни необходимых якостных материалов. Сегодня головная работа на пляцовце по заведению опор нового моста. На опоре номер 3 ведется разработка котлована и потом устройство фундамента. И после фундамента вводим тело опоры. Работы по обыдовниванию нового моста ведет специализованная организация моста Буд. Миновитаяна занимается ремонтом буйных белорусских мостов. У ее актива таеж капитальная реконструкция моста Просприпять, а тому мая необхудный опыт. Правда, в адрозе нет сбудования у Житковском районе. Тут и раку накеровать у иншей речища не стали, хоть частково тячение обмежевали. Для того, как поставить опоры на воде, частку раки пришлось и перекрыть. Для наматя пяску выкрыть средизем снарад. После того, как опоры будут готовы, рака вернется у раннейшее речище. Если в этом году на новом мосте Просош пошнется сборка металличных конструкций, и в 2020-м по иму откроется рух транспорта. Зарабить это тем больше необходимо, что сейчас весь транспортный поток идет прозгом, что не лепшим чином отбивается на дорожном, так и экологичном становище. Что ты со старого моста, то его разберут, а не при этом заховаются опоры. Некольких годов тому тут плановалось обладать другие мосты в помощь с Деючим, а потом от этой идеи отмывались. Не выключено, что неколи даяли вернуться с новым. В перспективе этот участок дороги подлежал реконструкции под переустройство на первую категорию. То есть там все равно должен был появиться второй мост. Но в связи с событиями последними в Украине грузопоток резко упал, поэтому этот проект пока отложен, но он будет реализован когда-то в ближайшее будущее. Поэтому опоры старого моста, они останутся стоять и ждать своей очереди. Олег Синтеров, Юрген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель».